Полный вперед! Чтобы бороздить водные просторы Ненецкого округа, его жителям необходимо получить право на управление маломерными судами. Для этого нужно всего лишь ждать двухэтапный экзамен. О механизме получения удостоверения расскажем в следующем сюжете. Два раза в месяц мы принимаем экзамены на право управления маломерными судами. Второй и последний четверг каждого месяца мы принимаем теорию и следующая пятница мы принимаем практику. Каждый гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, может прийти на сдачу экзамена после самопогготовки и предоставления определенного пакета документов. А именно заявление, квитанция об оплате государственной пошлины, медицинская справка, три фотографии 3х4, ксерокопия паспорта. После проведения аттестации выдается удостоверение на право управления маломерным судом трех типов. Или маломерное моторное судно, гидроцикл или судно особой конструкции. К судам особой конструкции относятся суда на воздушной подушке, аэроботы, аэросани, аэролодки. Удостоверение выдается по трем районам плавания. Внутренние пути, внутренние водные пути, внутренние морские пути и территориальное море Российской Федерации. В округе действуют три водных объекта. Практическая часть экзамена проходит на Качгартинский курье. Будущим экзаменуемым необходимо правильно выполнить ряд заданий и маневров на маломерном судне под наблюдением инспектора. При проверке практических навыков управления оценивается у сдающего запуск двигателя, подход к причалу, выполнение маневра человека за бортом с имитацией утопающего. В данном случае у нас круг. Также судоводитель должен контролировать удержание судна на курсе. Проверяются навыки расхождения со встречными судами, постановка на якорь и снятие с якоря. Как отмечает Евгений Иванов, ветер на реке способствует лучшей проверке подготовленности судоводителей, так как передвижение по воде в будущем будет осуществляться в любых условиях, и необходимо учитывать погоду, водные характеристики и волну. Ошибки встречаются чаще всего. Это не застегивание правильного жилета спасательного, а индивидуального спасательного средства. Должен быть застегнут полностью, с паховыми лямками, на все карабины, на все молнии. Ошибки при выполнении маневра человека за бортом, потому что они учитывают ветер, волну. Телефон для предварительной записи на экзамен вы видите на своих экранах. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Дмитрий Улакевич, Телеканал Север.